Проект Стерео, несомненно, один из самых загадочных проектов NASA. Его суть в изучении активности Солнца и процессов, происходящих на нем одновременно с двух спутников, летящих по разные стороны от Солнца. И все было бы нормально, если бы не выявлены аномалии до такого масштаба, что они способны перевернуть представление о мироустройстве. Итак, вот что рассказывает нам википедия об этом проекте Стерео. Название Стерео – это и есть аббревиатура «Обсерватория солнечно-земных отношений». Миссия NASA по изучению солнечной активности. Два одинаковых космических аппарата, запущенных 26 октября 2006 года на гелиоцентрические орбиты, близкие к орбите Земли, один из них постепенно отстает от Земли, а другой, наоборот, обгоняет ее. Это дает возможность одновременно наблюдать Солнце с двух разных точек, то есть использовать стелескопический эффект. Цель проекта является изучение корональных выбросов, изучить траекторию движения и существенно повысить точность прогнозов эффектов космической погоды, геомагнитной активности. Тут была какая-то история. В 2014-м был потерян отстающий спутник. В следующем году убегающий спутник несколько месяцев был недоступен, поскольку проходил за Солнцем. В 2016-м через год наладили связь с отстающим спутником, отказ системы ориентации и так далее. Ну, в общем, жизнь кипит, годами теряют, потом находят. Потом они нашли какие-то энергетические нейтральные атомы. В общем, сделали большие открытия, но слона и не приметили. И даже сделали полную 360-градусную фотографию поверхности Солнца. Нашли кометы и все такое. В марте-апреле 2007 года, когда аппаратура на спутниках была настроена и начали поступать качественные снимки, на фотографиях, полученных с телескопов, появились загадочные объекты явно искусственного происхождения. Будем называть их неопознанными. Они были огромные, откуда-то прилетали, перемещались вокруг Солнца на огромных скоростях, садились на Солнце, взлетали с него и куда-то отбывали. Это продолжается и по сей день. Информация об этих объектах обошла множество форумов в интернете, но не получила никакого продолжения и объяснения из официальных источников. Итак, вот заходим на сайт НАСА, именно проект стерео. Поиск по стереокартинкам. Далее выбираем размер. Я выбираю самый большой, но даже при самом большом размере там качество достаточно невысокое. Выбираю вчерашний день и сегодняшний. Сегодняшний еще не закончился. Это вот не пропуская ни одной картинки. Каждая картинка в течение 10 минут снимается. Конечно, хотелось бы еще чаще, потому что там скорости большие. Вот это выбираем листать картинки. Это просто отдельные фотографии. И слайд-шоу. Можем видеть, как крутится потихонечку солнца. Движение идет раз в 10 минут фотография. Нам нужно выбрать слайд-шоу. Поиск. И вот здесь снизу скачать. Это получается всего 129 картинок. И можно скачать сам вот этот вот видеоролик. Но видеоролик нам особо ничего не дает. А нам нужно именно вот это вот слайд-шоу. Вот я его скачал. И вот эти вот все картиночки у меня здесь есть. Теперь мы открываем эти картиночки и начинаем смотреть. Вот таблеточка. Для того, чтобы убедиться, что это действительно таблетка, здесь она не очень хорошо показана. Вот еще одна. Здесь мы уже можем разглядеть хотя бы какую-то ориентацию. То есть вот это сопло. Вот эти вот четыре ноги. И похоже, что она летит лицом туда. Как именно, какой ориентации лететь ей, похоже, без разницы. Но посмотрим вот эти движения. Буду задом наперед смотреть. В принципе, неважно, туда не летали или сюда. Вот здесь. Следующая здесь. И следующая уже ушла за кадр, видимо. Итак, за 10 минут эта таблетка прошла практически почти весь диаметр Солнца. Ну и 12-13 минут надо, чтобы пройти миллион четыреста километров. Это с учетом того, что Солнце у нас действительно миллион четыреста километров, а не сто километров, например. Если диаметр Солнца, например, 100-200 километров, то скорость это уже не такая уж и великая получается. Итак, раз, два, ушло за кадр. Следующий летит сюда, ушел за кадром. Также видно эти четыре лапы, сопла. Похоже, что ориентация туда и вдаль. Вот она прошла за 10 минут. Да, 15-00, 25-00. Треть или четверть от диаметра Солнца. То есть она медленно идет. Если бы фотографии были чаще, мы бы видели более предметные эти пролеты. Ну вот здесь и здесь. Вот что она прошла? Опять диаметр Солнца за 10 минут. Вот такие скорости. Вот опять две. Ну и так далее. Из-за вот этой джипежной компрессии они, конечно, принимают странные формы. То ли крупная, то ли близкая. Вон как она расшипелилась. Это четыре ноги. Здесь тоже идет движуха разная. Вот тоже. Вот видно, что таблетка. Перескок. Вот раз, час прошел. А 20-25 было и уже в 8.35. Это уже другой день. Итак, посередине Солнца идет движуха. Может быть вглубь Солнца входит и выходит. Чем глубже, допустим, в Солнце, тем меньше видно. Вот эти вот все магнитные поля достаточно долго зависают без изменений практически. Главное, что это не какой-то не фейк, не подделка. Все это много лет, уже больше 10 лет снимают. Не каждый день и не каждый месяц происходят грандиозные события, когда сотни таблеток прилетают, в ряд выстраиваются и потом разлетаются. Что интересно, эти объекты совершенно не боятся протуберанцев Солнца и вот этой магнитной активности, которая на ней происходит. Буквально вот магнитные линии, вспышки Солнца, а ему хоть бы что. Вот еще один. То есть они летают как хотят и ничего им за это не бывает. Если подставить сравнительный размер Земли, то эти объекты достаточно небольшие по сравнению с Землей. Не в полземли, а может быть с половину Австралии. Рассмотрим протуберанцы поближе. Вот эти объекты летают прямо в них. Влетают, вылетают сверху. Возможно, это часть протуберанцев, но мы видим их как отдельные объекты. Здесь хорошо видно, что в следующем кадре он летит, пролетает этот протуберанец насквозь. И в короне их здесь достаточно много. Кстати, надо обратить внимание, что все объекты, эти корабли, находясь рядом с поверхностью Солнца, не смотрятся темными силуэтами. Освещаются сверху, потому что солнечная атмосфера имеет самую высокую температуру и светимость. И объекты, погружаясь в глубину, остаются видимыми. Как мы здесь видим, Солнце – это большой, огромный мир. Из него постоянно происходят разнообразные выбросы. Вот, к примеру, после такого взрыва огромное количество вещества выбрасывается. Здесь мы видим, что при каждом взрыве разлетается огромное количество объектов. Идентифицировать их сложно. Являются ли это все таблетки? Или, может быть, это разнообразные космические корабли? Но вот это разрешение нам не позволит рассмотреть, что же это на самом деле. Нужно гораздо-гораздо большее разрешение. Интересна также версия, что Солнце – это портал. И при каждом открытии, мы это идентифицируем как вспышки на Солнце, происходит открытие портала. И вот эти все объекты выходят в наш мир с той стороны, в нашу Солнечную систему. Ну и, наверное, также наоборот. Версия очень интересная, но также бездоказательная. Такое огромное количество отдельных объектов разлетается от Солнца, и они достаточно крупные. В этом случае они наверняка бы бомбардировали Землю, а ведь они громадного размера. Но этого не происходит. С той скоростью, с которой они летят, они давно бы разрушили все планеты. Возможно, это звездные врата, например, в другую галактику или в параллельный мир. При увеличении видно, что это все-таки отдельные объекты, а не какая-то пыль. И достаточно крупные. Достаточно это по нашим меркам просто очень огромные. В нашей Солнечной системе кипит такая жизнь инопланетная, которую мы себе даже и представить не можем. Сидим на Земле, как на маленьком островке, и знать не знаем, что творится вокруг. Причем, что интересно, эти все объекты не разносятся в разные стороны, а собираются вот в эти вот эшелоны. И, видимо, потом этими эшелонами отправляются куда-то дальше. На вопросы об объектах, заданные специалистом НАСА, последовал ответ от ответственного сотрудника миссии стерео доктора Джозефа Би Гурмана, что белые точки с четырьмя черными вокруг являются сильно увеличенными артефактами сжатия изображения. Рассмотрим с вами дефекты на снимках разрешением 2048 пикселей. Разглядеть эти артефакты на более старых снимках уже не получится, поскольку через 48 часов снимки ретушируются. На необработанных снимках можно увидеть крупный сферический объект размером, может быть, с нашу Землю или поменьше, который находится над полюсом Солнца. Объект передвигается по окружности. За четыре года наблюдений присутствовал на всех фото в течение четырех лет и более. При этом не сгорел в солнечной короне, а это примерно полтора миллиона градусов по Кельвину, если верить научным данным. С 2007 по 2011 этот объект оставался на месте. Можно предположить, что он выполняет роль маяка для наведения на Солнце автоматических аппаратов. Он появился в определенное время, был выведен на орбиту и через несколько лет он исчез. Надо полагать, что к Земле могут подгонять объекты также любого размера по необходимости. Объекты, которые обнаружили исследователи, условно назвали стержнями из-за внешнего вида. Это некие кассеты, которые внезапно появляются около Солнца и затем разделяются на сотни, если не тысячи автоматических аппаратов. Потом они разлетаются в разные стороны и начинают вести активную деятельность. Многие из них высаживаются на поверхность Солнца, что-то там делают, взлетают. Снимок слева – редкий случай увидеть неотредактированный стержень. Несмотря на то, что теряется первоначальный облик объекта, мы можем хорошо видеть количество аппаратов, на которые распадаются этот стержень кассета. Некоторые стержни влетают прямо в Солнце и очевидно распадаются в верхних слоях. Такое попадается достаточно часто. Либо мы видим стержень за Солнцем. Если взять официальный диаметр Солнца, то эти стержни длиной как раз миллион четыреста километров и будут. Исследователи назвали их батарейки. После отделения от стержня видны, как правило, в двух вариантах. Либо так, либо вот так. То есть в плоскости или соплом к нам. Вначале он выглядит в виде батарейки, а затем в процессе полета выдвигаются ноги и приобретает вид буквы Х. Рассмотрим поближе эти аппараты. Они не вызывают у нас зрительного отторжения, потому что они симметричны, логичны с точки зрения земной геометрии. Мы видим летательные ребра этих конструкций. Двигатель находится ровно посередине. На снимках редко попадаются нестандартные формы. Несмотря на обилие материала, все эти формы вполне вписываются в разные ракурсы этих объектов. Рассмотрим трансформацию объектов после того, как они покидают поверхность Солнца. Мы видим, как объекты начинают втягивать ноги. И далее приобретают вид таблетки. При трансформации объекта и перед объединением с другим мы можем иногда видеть нутро аппарата, идущий от силовой установки свет в виде полоски. Вот момент перед объединением. При просмотре снимков на сайте стерео некоторые объекты, увеличенные солнечной короной, могут показаться очень большими. Но даже со всеми поправками средний размер батареек составляет примерно 3000 километров. Ну а если визуально поставить с размерами земли, диаметр которой более 12 тысяч километров, то выглядит она с полземли, а это 6000 километров, что есть просто абсурдно. Если такая таблетка прилетит рядом с землей, то гравитационное возмущение вызовет глобальный катаклизм, тектонические сдвиги. Ну а если столкнется с ней на той скорости, с которой передвигается, а это около 700 километров в секунду, то земля разлетится на осколки. Та скорость, с которой происходит ускорение и замедление аппаратов, для такого объекта просто невозможна. Представьте себе объект размером с Австралию и ускорьте его за несколько минут до скорости 2,5 миллиона километров в час. Да никакая конструкция, да еще с какими-то выдвигающимися ногами не смогла бы выдержать такие перегрузки. Что это за абсолютно прочный, несгораемый и абсолютно нетеплопроводный материал должен быть, и какова должна быть его масса при таких размерах. И самое главное, зачем городить такую сложную конструкцию и трансформер при таких даже не циклопических, а невероятных размерах. Другое дело, если Солнце на самом деле не миллион четыреста тысяч километров, а как вы считали альтернативщики, около двухсот километров в диаметре. Тогда и аппараты эти, хоть и огромны, но уже соизмеримы с нашим человеческим сознанием, да и вообще законами физики и механики. Почему они не сгорают в короне Солнца, это тоже вопрос. Либо есть такие материалы, про которые на Земле не разрешено знать, либо Солнце не такое уж и горячее, а тепло поставляется на Землю не совсем по тем принципам, что объясняет наука. Итак, мы приходим к выводу, что все эти объекты появились очень давно, возможно, с момента рождения Солнца, а скорее всего, с момента его создания. Вообще, история о двух спутниках, снимающих один и тот же объект с разных точек, чтобы типа в стереоскопическом режиме разглядывать Солнце, весьма сомнительна. Во-первых, стереоэффект можно получить только при определенном угле восприятия на объект. Это буквально несколько градусов. А спутники могут снять поверхность в таком ракурсе только раз в году. И для чего? Кроме получения удовольствия, от этого эффекта проку никакого. Этот эффект нужно снимать стационарно с Земли, что, возможно, так и делается. Как мы видим, никаких стереоскопических изображений или изображений с разных ракурсов одних и тех же объектов нам не демонстрируется. Разрешение изображений стандартно низкое. Последовательность съемок прерывается на несколько часов. На самом деле, для того, чтобы реализовать этот проект, было бы достаточно поставить несколько следящих телескопов с небольшим увеличением и нужными светофильтрами в разных концах планеты на одной широте на вершинах гор, чтобы облачность не мешала, или снимать с геостационарных спутников. Разумеется, это версия обывателя. У специалистов НАСА наверняка есть ответы на эти предположения, что стерео – это от слова «два», а не от стереоскопического восприятия глазами. Что фотографии в низком качестве передаются только через радиосвязь, а в большом качестве пишется на внутренний накопитель, который потом прибудет на Землю. Или в максимальном качестве передаются только самые важные фото. Ну и так далее по списку. Кроме изучения солнечной системы, проект стерео обнаруживает самые разнообразные аномалии, происходящие вокруг Солнца. Одно из таких получило широкие резонансы было показано по центральному телевидению. В интернете бьют рекорды просмотров кадра, которые потрясли не только уфологов, но и людей, мало интересующихся внеземными цивилизациями. На снимках отчетливо видно некий объект правильной круглой формы, который словно заправляется солнечной плазмой. Что это было, выяснилось не сразу. В НАСА то ли хотели сохранить интригу, то ли сами пытались разобраться, не пришельцы ли это. Действительно, это похоже на высасывание плазмы или какой-то энергии из Солнца. Но также это могло быть все, что угодно другое. Например, некий живой объект, о космической фауне нам совершенно ничего не известно, как и о том, что такое космос. Либо некий аналог торнадо, кто знает, какие потоки окружает околосолнечное пространство. Ну и так далее. Мы можем фантазировать, но вряд ли приблизимся к разгадке. Главное в этом событие, скорее всего, в том, что глобальное управление позволило опубликовать эту информацию. Видимо, они изначально просчитали, что смогут научно объяснить эту аномалию так, чтобы погасить нездоровый ажиотаж. Что мы имеем? Какие-то невероятно могущественные силы имеют возможность обслуживать Солнце как объект. Попытки человеческой цивилизации создать искусственное Солнце в Токамаке по сравнению с рассмотренной деятельностью неизвестной нам цивилизации поистине смехотворны. Могущество цивилизации, обслуживающие Солнце, грандиозно. Логично было бы предположить, что они также обслуживают и остальные планеты Солнечной системы, регулируют жизнедеятельность флоры и фауны на Земле. Человечество в этом смысле просто планктон, который обновляется по необходимости. Однако, исходя из факта, что человечество существует, необходимость его разведения и содержания, видимо, обоснована. Разумеется, высшие эшелоны власти прекрасно осведомлены, кто владеет нашей цивилизацией. Как на самом деле устроен мир, какие реальные события произошли в недавнем прошлом. Им также прекрасно известно, что истории и религия полностью выдуманы. Наука не исследует реальные законы природы, знание о том, что такое на самом деле человек, скрывается. Тем не менее, кому интересно, тот может все найти в открытом доступе, проанализировать, сделать правильные выводы. Получается, формально, свобода информации и право на выбор есть. Так что юридические управляющие структуры действуют в неком правовом поле, которые обязывают не ущемлять свободу воли граждан. Ну а то, что население больше не интересуется реальным окружающим миром, а его теперь больше занимает война и другие искусственно созданные проблемы, это можно списать на то, что человек порочен самим фактом своего рождения и называется этот грех первородным. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова